всем привет очередная моя покатушка морозы немножко спали было минус 10 минус 15 максимум добраться только до работы на велосипеде но сегодня у нас плюс один вроде бы сейчас глянем плюс один плюс один поеду погоняя по лесу посмотрю проходимость кое-что расскажу кое-что приобрел новая для велосипеда и приготовлю rollton так без каких-то новинок скажем так больше хочу покататься по лесу пока снег еще лежит мокрый правда но лежит погнали все въехал я в лес тут потише машин нету погода вообще очень такая интересная мороза нет такая дымка стоит но да ладно это все потом рассказываю о моей новинке это багажник и сумка заказывал в китае ссылки оставлю в описании багажник вот здесь крепится на эксцентрик здесь крепится на болты было два варианта можно было купить и здесь на эксцентрике но я подумал что ну смысла особого нету ну и в принципе я так уже после того как поставил понял что я не прогадал а за эксцентрике нам было переплатить там 2 или 3 доллара вот что касается сумки сумка очень неплохая качественная единственное что не хватает болотника он у меня есть я вчера вечером пытался поставить его вот крепление для для него но не хватило вот этой вот высоты я не смог крутиться а будет что-то скрепление немножко переделывать подумать вот эти вот крылья они предназначены не для такой сумки а если мы вешаем велоштаны может быть я и куплю еще себе велоштаны потому что но сумка реально получилась небольшая вот и так как нету у нас прозговика вот по лужам немножко проехался вот такая вот вот такие капли у нас получились на сумке так что здесь у нас вот объем как бы в принципе небольшой но кастрюли мои влезли большая пачка роллтона влезла ну и тут какие-то мелочи можно ложить по бокам с одной стороны со второй стороны здесь для бутылки и в комплекте шел ремешок на плечо то есть мы их снимаем быстро и вешаем на плечо крепится он вот здесь двумя липучками и снизу двумя липучками все их отлепил снял а ну и здесь вот такой подстраховочный ремешок вот я его на подседельный штырь прицепил все вдруг где-то отклеится то я его не потеряю нотка то так погнали дальше и 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 да и ну конечно в минус 1 в плюс 1 намного более скользко чем вот когда снег был такой пушистый а сейчас он сбился уже стал ну первый раз начала меня заносить на моем фэтбайке снега как бы много вот по таким пробираюсь и ну скользковато немножко но идет уверенно я думаю на обычном велосипеде тут даже в этом лесу и делать нечего ну если только очень-очень медленно ехать запыхался бы тут вроде почти не крутишь и как бы тяжеловато справляться с управлением то есть все внимание на руки на ноги если что где-то подносит сразу ногу выкинуть вовремя поехал дальше спешить не буду не спеша будем пробираться через лес не смог отъехать кое-что увидел хочу поделиться с вами у меня многие спрашивают почему я постоянно катаюсь в лесу они в городе в городе мне не интересно ну и этот велосипед но не для города необычный горник есть вот на то можно показаться по городу это хотя когда у меня еще фэтбайка не было на обычном горнике тоже любил по лесам погонять и что самое интересное ты когда едешь и замечаешь один в лесу и замечаешь вот такие вот следы ну тут такой хороший волкодах бежал вот вот моя ладонь лапа как моя ладонь вот эти ощущения они непередаваемые но я никогда не сворачиваю видя собак там волков не видел слава богу я никогда не разворачиваюсь и все время еду вперед погнали дальше держу путь я все на тоже тельмовское озеро и вот остановился вспомнил вот эту местность когда я снимал взор на фэтбай когда я только купил будут сыграми ехали и вот эта дорога пошла где он проехать не мог ну вот я сейчас игорь проводит вот пешком вот там уже о кое-как трогается буксует но выехал и сейчас я через этот тип из ки поеду ну короче велосипедист уже лежит я пробовал здесь ездить летом пролежал без вопросов и сейчас попробую проехаться зимой очень интересно настолько вот посмотрите эти обвисшие сосны над этой узенькой дорожкой плюс вы думаете я но отъехал там километр полтора там где показывал вам про собак но они здесь были вот я подъехал я обратил внимание что здесь следы ну вот 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 надеюсь видно надеюсь видно сейчас покажу опять ладонь вот ладонь ну поехали экстремальный дальше в общем проезжая тут без проблем потому что ну скользковато ну а так идет уверенно як как въезжал сюда смотрю думаю неужели кто-то на велосипеде тут катался а тут тут нет тут лыжники ходили реально очень красиво на этой узенькой дорожки и и и и и и и и вот я выехал к озеру ну вот так иногда бывает подносит на неровностях на этом снегу добрался я до точки там где буду сейчас готовить ролл тончик поем горячего супа и поеду дальше буду распаковываться все поставил горелку залил воду ждем когда закипит уже порог пошел пол литра воды холодной посмотрите сколько закипятится я хочу сказать сумка я доволен более-менее вместительная ветер дует может плохо мне будет слышно вместительная по качеству очень такая добротная ну то есть уже можно побольше конечно собой взять чем просто в одном рюкзаке особенно когда берешь дополнительную батарею туда в рюкзак уже вообще почти ничего не положу так посмотрим о кипит будем заливать вилка как всегда в комплекте очень радует вермишели еще больше настоящего вкуса соус и какая-то трава так инструкция сколько нужно постоять прочитать пять минут надо подождать когда зальешь так высыпали травушку посмотрим что тут за соус выглядит как детская неожиданность цвет такой сейчас понюхаем еще как он пахнет так последние капельки выдавить так пока сюда потом все уберем вот так вот выглядит ну пахнет по-прежнему тушенкой все заливаем так куда бы поставить чтоб она не стыла куда куда так вот и сумочка используем как термос ну все выжидаем пять минут и будем обедать так пока мы супчик лапша настаиваются пять минут можно убирать что потом сесть и кайфануть ну что посмотрим что тут у нас получилось о порог идет а вкусно пахнет ах ништяк пускай еще минутку постоит возьмем где присесть вот так реально очень вкусно супер очень вкусно попробуем еще попить ну было очень все съел все под ноль выпил все под ноль супер сейчас уборочка за собой это все в багажник и до ближайшей мусорки еще немножко по багажнику расскажу у меня тут человек сейчас группе спросил не шатается ли он не шатки ли он но сейчас продемонстрирую шатается все вместе с велосипедом он нигде не лифтит не скрипит и перед тем как заказывать я переживал что что не станут колеса настолько тут они широкие думал что не хватит вот этого не будет этого зазора но это распланировал думаю если не хватит здесь подложу кита шайбы расширю ну как видите все идеально села зазоры все есть ничего нигде не трет не скрипит в общем рекомендую спасибо что посмотрели этот ролик надеюсь вам было интересно познавательно подписывайтесь на канал ставьте палец вверх будем снимать дальше следите за выпусками нажмите колокольчик не удержался чтобы не снять насколько скользко в лесу когда плюсовая температура вот так даже футбайк заносит возле ям проношусь на нем все ребят теперь уже точно всем пока скользко на обычном велике